Тему касательно Российской Федерации более подробно обсудим с адвокатом, советником по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона Свобода России, Алексей Барановский. На связи. Алексей, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Да, доброе утро, Фридом, как всегда рад. Все это взаимно. В свою очередь, вот эти действия и, знаете, готова ли в целом Москва к таким атакам беспилотников, о которых сообщаются не единожды? Готова ли в целом Вторая Армия Мира, такой надутый информационный воздушный шарик касательно выписанных годами нарративов о самой мощной армии? Готова ли он вообще сопротивляться таким маленьким, на первый взгляд, безобидным беспилотникам? Как вы считаете в целом? Ну, к чему готова армия Российской Федерации, мы уже знаем. Она готова к праздничным торжествам обычно, там вот танковый биатлон у них хорошо получается. Когда мой, то вот из-под Киева их выкинули довольно быстро, и причем это были же как раз-таки элитные российские подразделения. Дальше происходит вот только то, что происходит. Постоянные удары по жилым домам, по инфраструктуре, по рынку в Константиновке недавно. Вот такие удары у Российской Армии прекрасно получаются. Является ли это Второй Армией в мире? Ну, очевидно, что уже давно всем понятно, что это миф такой. Война дронов, ну да, действительно, тут они тоже пока что преуспевают. Вот эти шахиды иранские, значит, они тоже успешно поражают гражданские объекты. То есть количеством российская армия берет, но качеством совершенно никак. И вот та ответка, которая осуществляется Украиной и внутрироссийским сопротивлением, она более наглядно демонстрирует, что попадать по военным объектам украинская армия может, а российская в основном может только по граждански. Ну, вот такие особенности этой войны. Тут еще интересно, ну, вот если тут вспомнить из свежих, да, в Брянске опять накануне после очередной атаки дрона снова начался пожар в здании завода микроэлектроники «Кремний-Л». Но все-таки интереснее наблюдать за Москвой и когда оттягивать, скажем так, вылеты самолетов, эти планы ковер объявляют, ну и вообще снимают рейсы. Насколько это дорого для самих россиян и этих же компаний? Насколько это удорожает также возможную цену билета? И, возможно, в принципе, авиасообщение в Российской Федерации поубавится? Ну, авиасообщение в Российской Федерации скоро совсем прекратится, потому что санкции как раз-таки в авиационной отрасли, они достаточно серьезные, и износ самолетного парка происходит очень быстро. Это такая сфера, где без постоянного обслуживания и постоянных ремонтов просто однажды все полеты прекратятся естественным путем. Знаете, как вот в фильме «Сто лет после исчезновения людей», так вот и Россия постепенно будет превращаться в такую пустыню, заросшую, собственно, за пределами Московской кольцевой дороги. И Россия уже примерно так и начинает выглядеть, как вот пустошь, потому что все деньги в Москве, а теперь и в Москве уже денег становится меньше. Поэтому, ну, самолетная отрасль скоро действительно придет в полное запустение, и пока что еще нету такого массового падения птичек, но скоро и до этого дойдет, потому что людей там никто не бережет, будут до последнего эксплуатировать те, значит, самолеты, которые есть. А если запчастей, деталей нет, ну что ж, нет. Ну, в этот раз долетит, слава богу. А следующий упадет, ну, значит, кого-то посадят, и все, на этом все закончится. Но для простых граждан это что означает? Это означает, что либо тебя мобилизуют, отправят умирать в Украину в составе, значит, это оккупационной армии, либо ты можешь вполне себе погибнуть от какой-нибудь техногенной катастрофы, потому что ведь не только же самолеты выходят из строя постепенно, и другие, значит, производства и инфраструктурные объекты изнашиваются. И вот к чему приводит путинский режим для самих граждан России, для того, что либо так смерть, либо так. Ну, может быть, чуть более долгим путем придется еще помучиться. Алексей, поясните, пожалуйста, вот, кстати, та информация, о которой вы говорили, я уточню, РИА Новости, федеральная СМИ само лично публиковала информацию о том, что эксплуатация чешских самолетов Л-410, о чем уже говорила ранее Наталья, пристановили на Камчатке из-за отсутствия запчастей, и это далеко не первый случай. Но тут же еще речь идет и об автомобилестроении, речь идет о продуктах питания. То есть санкционный режим он давит, но Российская Федерация, лично Кремль, лично Путин, он говорит наоборот, что вот импортозамещение это выход из положения такой критической для Российской Федерации. Но ведь заводы, компании уходят, и работа, соответственно, пропадает для людей, обычных рабочих, которые так или иначе работали, так или иначе производили эту продукцию. Инвестиции из Российской Федерации уходят, соответственно, и деньги из Российской Федерации уходят. А общаясь с экономистами, задавая вопрос, существует ли экономический оборот денег внутри страны, экономист говорит, да, существует, но он неприбыльный. Никто от этого, кроме как чиновников, не зарабатывает, а народ беднеет. Так я правильно понимаю, что Путину сейчас настолько наплевать на собственный народ, что ради мнимых побед на фронте, он готов отдавать и на убой своих же людей, лишать их работы и не лишать их ничего, не оставлять им ничего, кроме одного варианта, идти и воевать, и получать какие-никакие деньги. Да, все так действительно путинская политика сейчас заключается только в одном, в вот этой войне, которая уже очевидно проиграна, но он будет оттягивать вот эту развязку до последнего. Российская экономика, знаете, превратилась в такая модель приусадебного хозяйства, когда натуральное хозяйство, вот все, что вырастил колхозник, дачник, значит, у себя на огороде, картошечку, там, парнички с помидорками, то и покушал зимой, да. Вот вся российская экономика, она превращается постепенно в такое дачное хозяйство, вот то, что внутри себя они там вырастили что-то, огородики какие-то сделали, худо-бедно как-то еще работает там легкая промышленность, пищевая, что-то производится. Но это вот единственное, что им остается, приусадебное хозяйство, потому что никакие технологические серьезные производства, связанные там с международным сотрудничеством или там с глобальными какими-то проектами, для России это все в прошлом остается. Поэтому, да, Путин превратил всю страну, всю Россию в такую вот свою дачу. И вот у него соседи по даче, они тоже возделывают там какие-то огородики и гордятся тем, что вот у нас теперь импортозамещение. Ну, можно, наверное, этим, конечно, гордиться, что у тебя картошка всходит все еще, даже несмотря ни на что. Но говорить о том, что это какое-то серьезное достижение едва ли приходится. Ну, живы пока что, но и это скоро под успешным руководством Владимира Путина и его чиновников может и это тоже накрыться все медным тазом. Ну, и если говорить там о дачах и всего того, что землях, точнее, где, возможно, хотели под застройки и заработать на этом в коррупционных схемах, даже арестовали поэтому в таких подозрениях двоих генералов, отвечающих за противовоздушную оборону Москвы. Один из них был командующим 1-й армии противовоздушной противоракетной обороны особого назначения ВС Российской Федерации, ответственен за непосредственную оборону российской столицы, а второй командовал дивизией ПВО в этой армии. Ну, и по сообщению газеты «Коммерсант», и также подтвердили эту информацию в ТАСС, что генерал-майор Константин Агиенко и Дмитрий Беляцкого их обвиняют в отделении земель Министерства обороны РФ в ближнем Подмосковье для продажи под жилую застройку, ну, либо для чьих-то дач, неважно. Так вот, может, там уже какие-то серьезные процессы пошли, начали о чем-то подозревать, что негде размещать противовоздушную оборону, кроме как на крышах высоток, или как? Ну, коррупция в российской армии – это, безусловно, не новость. Более того, это хорошая тенденция. Чем больше они там воруют, продают и сдают друг другу в аренду, а потом, значит, продают куда-то, тем лучше. Потому что это меньше обороноспособность, меньше атакоспособность российской армии. Так что коррупцию надо приветствовать всячески. Действительно, ну и чистки, конечно, у них происходят, и потому что нужно внутренней безопасности раскрываемость какая-то показывать, новые звездочки получать. Ну и действительно, масштабы этого воровства, они в России всегда впечатляли, а на военных бюджетах оно впечатляет вдвойне, втройне, что называется. Поэтому тут ничего нового на самом деле нет, но ситуация благоприятна, и чем больше они будут друг друга там сажать, сжирать, подсиживать, подкарауливать и репрессировать, тем, в общем-то, лучше. Потому что главный сейчас залог изменений и в России это, безусловно, победа Украины на фронте. Чем больше они там внутри будут грызться, тем лучше. Хорошо, пускай продолжают в том же духе. Ну и, кстати, возможно, есть у вас какая-либо информация о том, что вот, если вспомнить, что Сергей Собянин, да, мэр Москвы, 31 августа сообщал о том, что мэрия совместно с армией создают новые зенитные позиции, то есть москвичам уже можно спать спокойно? Спокойно москвичам спать нельзя, так же, как вообще никому в России, особенно в приграничных регионах, потому что пока Путин продолжает войну, будут прилетать дроны, будет падать экономика, будут мобилизации проводиться и возвращаться в гробах. Поэтому спать спокойно нельзя никому пока у власти Путин и только, собственно, сопротивление путинскому режиму по всех проявлениях. Вот начиная от неголосования в этих выборах, так называемых, и продолжая партизанскими атаками и вступлением в Легион свободы России, только таким образом можно как-то надеяться, что с путинским режимом будет покончено, потому что сам он никуда не уйдет. Пока Путину власть, и повторюсь, никто не в безопасности, никто не сможет спать спокойно. И только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.